Празднуют окончание священного месяца Рамадан и в каждой дагестанской семье с самого утра накрывают столы, ждут гостей и раздают подарки. Об угощениях, кухне и традициях праздника в сюжете Патимат Брузеевой. Готовиться к празднику Патимат начала еще вчера. В доме Гусейновых всегда много гостей. Поэтому и блюд, приготовленных хозяйкой, на столе должно быть немало. Еще надо завтра готовить, поэтому еще послезавтра приходят. Сегодня у нас мужики приходят, а завтра женщины приходят. Потом в следующий день друзья приходят, которые не успели. Вот так отмечаем. Абумуслим – хозяин дома. Пока жена готовит еду на кухне, встречает у порога гостей. В первый день за столом сидят только мужчины. Все верующие должны быть в чистой или новой одежде. Вот с утра братья пришли. Иншаллах мы сегодня целый день будем принимать и провожать. В завтрашний день мы будем опять тоже сами уже будем ходить, сам уже буду поздравлять. Вот так два-три дня у нас продолжается праздник. Сегодня после 30 дней поста можно есть и пить. Приоритет отдается сладкому. Такой же сладкой, по мнению гостей, должна быть и жизнь всех верующих мусульман. Пусть Аллах примет все благие деяния, которые мы совершили в течение месяца Рамадан. Пусть Аллах месяц Рамадан и этот праздник сделает таким праздником, объединяющим мусульман, объединяющим мусульман не только нашего посылка, а мусульман всего мира. Праздничный стол накрыт семье Гусейновых впервые за целый месяц. Держали у разу здесь даже пожилые родители Абу-Муслима. Несмотря на жару, возраст и больное сердце, Шахрудин Гусейнов 30 дней соблюдал пост. Ураза-Байрам передвигается каждый год. Вот уже несколько лет приходится поститься летом. Тяжело, конечно, без еды и воды, особенно в жару. Но я не могу по-другому. Привык уже держать у разу с 7 лет. Толпа ребятишек на улицах с полными пакетами сладостей – один из атрибутов праздника. Зайти сегодня можно в любой дом. Главное, чтобы его двери были в этот день открыты. Праздник ураза-байрам будет продолжаться еще два дня. Этого времени вполне достаточно, чтобы сходить в гости или встретить их у себя дома. А также посетить могилы родственников и раздать милостыню. Патиман Бурзи, Василий Таджибов, Зарусал Танбеков. Время новостей.